Ремонт детских садов, школьных стадионов и общественных пространств по фонду КАП вложений необходимо завершить в самое ближайшее время. Президент Вадим Красносельский сказал об этом на совещании с главами городов и районов. Он отметил, уже началась работа по формированию фонда КАП вложений следующего года. Наша цель не только построить, но и сохранить данные объекты. Поэтому и правительству, и Верховному совету необходимо все-таки выработать определенные критерии по финансированию. И главное, чтобы это была система понятна, прозрачна. Одним словом, чтобы была систематизация процесса. Глава госадминистрации Тирасполя рассказал, что основные объекты, которые строят по фонду КАП вложений в столицы, закончат уже к осени. У нас продолжаются работы по стадиону пятой школы, продолжаются работы по 37-му, 5-му, 44-му детскому саду, также по музейному кварталу. На сегодняшний день по большей части работы выполнены 60-70, где-то больше процентов. Мы все-таки максимально стараемся закончить эти работы к двум знаменательным глядерасполя датам. Это ко 2 сентября и 14 октября. На следующий год при сохранении финансирования, сказал столичный глава, продолжат ремонтировать Екатерининский парк, приведут в порядок троллейбусный, завершат реконструкцию сквера авиатором на Балке, обустроят столичный дендропарк. Также в планах Тирасполя начать ремонт республиканского стадиона. На совещании говорили также о ремонте дорог. На бетонирование самых сложных участков по всей республике правительство выделит дополнительно 20 миллионов рублей. Глава госадминистрации Бендер рассказал, что в селах Протягайловка и Гиска бетонирование основных дорог уже на завершающей стадии. Говорили на совещании с президентом и о проблеме мусоропроводов в многоэтажках. Люди просят их заварить. Жалуются на антисанитарию тараканов и крыс. Но не все жильцы с этим соглашаются. На совещании решили, что теперь последнее слово в этом споре будет за СЭС. Если после соответствующих проверок санстанция вынесет предписание мусоропровод закрыть, решение будет обязательным к исполнению.